Мировой биатлон снова в югре. В центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко уже готовы трассы. Накануне представители Международного союза биатлонистов уже проверили лыжнём. Сами пешком обошли весь маршрут. Телевизионщики подготовили технику для прямых трансляций гонок. Дела осталось за малым торжественно открыть соревнования. Наш журналист Анна Шуркевич, как всегда, в центре событий. На прямую связь выходит из концертно-театрального центра. Аня, симпатичное платье. Тебе слово. Спасибо, Лена. Сегодня самая прекрасная новость – это то, что югорчане дождались. Спустя два года Ханты-Мансийск принимает мировые старты по биатлону. С утра некоторые спортсмены уже опробовали трассу в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Но сейчас у всех светский раут. В концертно-театральном центре сейчас откроется финальный кубок, финальный этап кубка IBU. Традиционно здесь объявят все страны, из которых приехали участники соревнований. И, конечно, покажут самые лучшие номера югорские артисты. Рядом со мной сейчас стоит олимпийский чемпион Алексей Волков. Алексей, приятно выступать на родине? Всегда приятно. В двойне. Бежать на родине – это очень приятно. И все же, попробовали ли вы сегодня трассу? Посмотрели, как катит снег? Ну, да, в принципе, сейчас были морозы, снег немножко тугой. Но сейчас в дальнейшем погода отпустит. Трассу я знаю как свои пять пальцев. Поэтому никакого волнения. Готовимся к стандарту. Мы будем очень болеть за вас. Спасибо. Новшество этого этапа кубка IBU – новая гонка. Супер спринт. И о ней расскажет человек, который на себе знает, что такое спортивный адреналин. Пятикратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. Дима, здравствуй. Здравствуй, Анна. Я скажу, что отрадно, что именно эту дисциплину придумали в России. Она впервые у нас прошла в 2007 году. И скажу, что все у нас изменяется. Лыжные гонки изменяются. Биатлон сам по себе, конечно, интересен. Но нужно его делать еще интереснее. Как раз эта дисциплина, она состоит из двух этапов. Сначала у нас провод 2,5 километра. Три рубежа. И потом по итогам которого берут самых лучших. 30 спортсменов. И они стартуют в мост-стате. Пять кругов по 800 метров. Бегут и женщины, и мужчины. Четыре огневых рубежа. Очень динамично, очень зрелищно. Страхной круг гораздо короче, чем стандартный. 75 метров всего. Поэтому приглашаю всех болельщиков, вообще всех любителей биатлона, увидеть эту новую дисциплину уже в рамках международных соревнований. Еще раз говорю, что эту дисциплину придумали в России. И внедрили именно в Россию. То есть это будет зрелищное действие? Это будет очень зрелищно. Как раз здесь нужно в себе сочетать и спринтерские качества, и стрелковые. И очень надеюсь, что у наших атлетов будет небольшая флора, в связи с тем, что они уже участвовали в этом виде программы. Спасибо, Дима. В Европу приехало свыше 100 спортсменов из 19 стран мира. И 16 из них это атлеты из российской сборной. И четверо в этой сборной это югорчане, наши земляки. Кстати, уже 15 лет югра принимает международные старты. А дома, как говорится, и стены помогают. Так что будем болеть за наших спортсменов. Спасибо, Аня. На прямой связи со студией была моя коллега Анна Шуркевич. Она сейчас находится в концертно-театральном центре Югра Классик.